Автомобилисты всех стран, объединяйтесь! Начнём выяснять, что же у нас общего. А общие у нас одни и те же заблуждения. Подробности через мгновение. Люблю я читать форумы автомобилистов. Столько там можно интересного вычитать. Можно даже найти ответы на все вопросы, кроме вопроса, вот, например, «Мужики, что делать? Вчера вышел, машины нет, а каска я не оформлял». Любой автомобилист, проводящий много времени как внутри своей машины, так и снаружи её, с удовольствием вступит в спор на различные темы. Например, глушит ли автомобиль в пробках ради экономии топлива или нет? И могут ли заменить простые женские капроновые колготки ремень генератора? Мы тоже собрали несколько наиболее интересующих форумчан вопросов и нашли на них ответы. Смотрим! Во всемирной паутине можно найти массу советов для автолюбителей. Но все ли они одинаково полезны? С помощью автолюбителя со стажем Марка Галилео попробует найти в этом вопросе истину. Итак, поехали! В 30-ти градусную жару припаркованная машина мгновенно превращается в баню на колесах. Но некоторые рекомендуют покупать белые авто. Мол, нагреваются они намного меньше темных. Марк отважился проверить эту теорию на собственной шкуре. Законы физики гласят, что черные предметы поглощают почти весь спектр солнечных лучей. А белые и зеркальные, наоборот, хорошо их отражают. Выходит, раз проглотил, значит нагрелся. Или краска черный металлик создает эффект зеркала. Я попарился в обеих машинах. По моим ощущениям, черное нагрелось немного сильнее. Но чувство штука неточное, в отличие от термометра. До 37,6 подскочила температура внутри белой машины. А на сколько раскалилось черное? 41,1. Аж на 3,5 градуса жарче. Да, и металлик не помог. Кстати, грязь и пыль на кузове тоже усиливают нагрев. Так что чаще мойте свою ласточку. А вот новый поворот. Многие водители считают, что если глушить машину при остановке на светофорах, топливо не сэкономишь. Мол, при запуске двигателя бензина тратится больше всего. Узнать, правда ли это, нам поможет автомеханик Вальтер. Расход топлива можно увидеть и даже пощупать, надев воздушный шарик на выхлопную трубу. Ведь все, что сгорает в двигателе, выбрасывается в атмосферу в виде летучих газов. Сейчас Марк заведет машину и почти сразу ее заглушит. Как видите, шарик надулся наполовину. Именно столько топлива расходуется при запуске двигателя. Много это или мало? Узнаем, если заведемся и не будем глушить мотор. Двигатель пашет в холостую, как при остановке на светофоре. При этом за считанные секунды шарик раздувается до неимоверных размеров. И, наконец, лопается. Так что не слушайте вредные советы. Ключ к экономии висит на вашем брелоке. Если глушить движок на светофорах, можно сократить расход топлива на 10%. С давних пор известно, женщина на корабле – это к беде. А вот некоторые автолюбители с удовольствием подвозят представительниц слабого пола. Но не обольщайтесь, девчонки, в коротких юбчонках. Дело тут не в мужских слабостях. Все, что интересует водителей – это одежка вашей ножки. Ведь многие автомобилисты полагают, мол, чулки могут заменить порвавшийся ремень ГРМ. Интересно, так ли это? Неужели чулки на это способны? С новыми моделями машин этот фокус точно не пройдет. Слишком большие нагрузки. А с этой старушкой можно попробовать. ГРМ – это газораспределительный механизм. Его толстый резиновый ремень с плетеными волокнами синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов двигателя авто. Естественно, даже в случае с мотором старого жука нагрузка на эту деталь аховая. Смогут ли колготки стать ремню достойной замены? Да что гадать на автомобильных внутренностях? Давай, заводи, Вальтер! Пока чулки держатся стойко, но в итоге ничего не получается. Зато у чулок хватит запаса прочности, чтобы на время заменить ремень генератора. Львиная доля автомобилистов считает, что спускаясь с горки на нейтральной передаче, они экономят бензин. Марк тоже последовал этому принципу. А когда сверился с показаниями бортового компьютера, схватился за голову. Расход на нейтралке – аж 4 литра на 100 километров. Мол, с включенной передачей аппетит у железного коня еще больше, вспомнил Марк расхожее мнение и покатился с горы. А ведь современные инжекторные двигатели устроены по принципу – тише едешь, дальше будешь. На экране горят нули. Ничего не понимаю. Невероятно. Ни капли. Но это, дорогой друг, факт. Когда водитель снимает ногу с педали газа, современная электроника автоматически уменьшает подачу топлива. В последние годы автовладельцы всерьез увлеклись так называемыми элитными сортами бензина. Но не улетают ли их деньги в выхлопную трубу? Сейчас машина заправлена обычным топливом. Она едет 210. Быстрее ни в какую. А производители супертоплива сулят прирост мощности на 10%. По этой арифметике на элитной смеси авто Марка должно выдать 230 км в час. Но и стоит такой бензин на одну десятую дороже обычного. Правда, продавцы «Чудо-горючки» не скупятся на обещания. Мол, станет она эликсиром вечной молодости для мотора. В состав элитного бензина действительно входят компоненты, которые удаляют вредное отложение с движка. Но увеличит ли новинка скорость авто Марка? Как я не старался, быстрее моя малышка не поехала. Обещания супермощности оказались блефом. Но не стоит из-за этого идти громить ближайшую заправку. У элитного топлива есть другие достоинства. Например, экологичность. Если вы все же решили не слезать с дорогого бензина, то учитесь его экономить. Вальтер и Марк снова будут тестировать пригодность рекомендации из интернета. Некий субъект советует перепрыгивать через скорости, чтобы сократить расход горючего. То есть с первой переключаться сразу на третью, а с третьей на пятую. Мол, чем выше передача, тем меньше энергозатраты авто. Но такая техника переключений может попросту убить коробку. Так что лучше не экспериментировать. И напоследок мы решили выяснить, равна ли лошадиная сила силе одной лошади. Наездник и водитель настроены на бескомпромиссную борьбу. Но судьба эксперимента находится в копытах и колесах их подопечных. Итак, лошадь против десятисильного гольфкара. Соперники должны сдвинуть с места бревно весом в 200 килограммов. Как видите, животное справилось с заданием играючи. В 1789 году шотландский изобретатель Джеймс Уарт ввел термин «лошадиная сила». Эта единица показывала работу, скольких лошадей способна заменить его паровая машина. Тогда десятисильный гольфкар должен, не напрягаясь, сорвать бревно с места. Но почему же Марк не продвигается ни на йоту? Уарт вычислил усредненный показатель мощности, которую животное может поддерживать длительное время. По его расчетам, лошадь поднимает груз весом 75 килограммов на высоту 1 метр за секунду. Но при максимальном напряжении мышц животное может выдать результат в 13 раз больше. Так что сила одной лошади равна 13 лошадиным силам авто. Да, большинство интернет-советов не более чем мифы и домыслы. Правда, во всемирной паутине можно найти немало полезной информации. Главное, чтобы прокладка между монитором и креслом была что надо.